Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Временно воздержаться от полетов в Египет рекомендует Комитет гражданской авиации Казахстана всем отечественным авиакомпаниям. Причина – низкий уровень обеспечения авиационной безопасности в аэропорту Шарм-Ашейха, а также недавнее крушение пассажирского российского авиалайнера А321. На сегодня из Казахстана в Египет перелеты совершает лишь один авиаперевозчик. На чартерной основе – это компания «СКАД». Однако о своем решении она еще не объявила. В то же время в Комитете гражданской авиации отметили, что у них нет механизма на запрет, поэтому авиакомпании могут положительно или отрицательно отреагировать на их призыв. Напомним, президент России Владимир Путин после крушения А321 подписал указ о временной приостановке полетов в Египет. Падение курса тенге заставило приехавших на заработки специалистов из стран СНГ пересмотреть свои отношения к Казахстану, сообщает Deutsche Welle. Еще год назад Казахстан для большого числа специалистов из России, Украины, Белоруссии и других постсоветских стран считался своего рода экономической меккой. Способствовало тому и ранее принятое на правительственном уровне решение о привлечении зарубежных высококвалифицированных кадров для развития бизнеса в стране и достаточно высокая заработная плата. Ежемесячный заработок менеджеров среднего звена составлял не меньше 2000 долларов, говорится в публикации. Как указано в материале, за последние три месяца ситуация в Казахстане изменилась кардинально. Между тем, отмечает издание, некоторые иностранные специалисты пока останутся в Казахстане. Полиция Южно-Казахстанской области начала досудебное расследование по факту взрыва боеприпасов на полигоне компании КАЗ-технологии близ города Арысь, передает Интерфакс Казахстан. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Напомним, в минувшее воскресенье на полигоне предприятия КАЗ-технологии во время утилизации боеприпасов произошла детонация взрывчатых веществ. В результате погиб 41-летий технолог филиала Центра утилизации Ирмухат и Манкулов. Существенное повышение заработной платы ожидает с 1 января следующего года гражданских служащих, пишет КАЗ-так. Сегодня правительством страны был одобрен соответствующий проект, регулирующий вопросы оплаты труда этой категории работников. Основанием для внедрения данной системы является поручение главы государства Нарусултана Назарбаева, данное еще в 2010 году. По последним данным, на сегодня в Казахстане более 1 миллиона человек работают на гражданской службе, и эта группа оказывает большую честь государственных услуг. Предполагается, что после введения новой системы оплаты труда, повышение заработной платы работников системы здравоохранения составит 28%, образование до 29% и остальных отраслей до 40%. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено 270 миллиардов тенге. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. Крупная автомобильная авария произошла сегодня днем на пересечении улиц Кунаева и Женкожа-Батыра. Пять легковых авто в той или иной степени пострадали в результате ДТП, случившегося приблизительно в 13.30 местного времени. Место аварии не было отцеплено стражами порядка, поэтому водителям, чей путь пролегал через этот перекресток, приходилось сворачивать на параллельную улицу. Тем временем в одну линию в итоге происшествия умудрились выстроиться и на марке Kia, Toyota, Volkswagen, Vaz, а также Mercedes. Причем Toyota и Volkswagen совершили лобовое столкновение. К счастью, в данной аварии обошлось без человеческих жертв. Зато состояние автомобиля весьма плачевное. Значительные средства на ремонт потребуются владельцам Kia, Toyota, Volkswagen и Vaz. Тем временем в ДВД по Октябрьской области отметили, что более подробные комментарии будут готовы в среду. Сейчас дознаватели выясняют подробности ДТП. Им предстоит найти ответ на вопрос, кто спровоцировал аварию, которая к тому же стала причиной огромной пробки. Одновременно в час прик сегодня было затруднено движение автотранспорта на перекрестке в районе автовокзала. Как оказалось, здесь не работали светофоры. В итоге, в первые минуты отключения один из самых оживленных перекрестков города превратился в нерегулируемый. И только после того, как кто-то из водителей сообщил о пробке в ДВД, на место выехали дорожные полицейские. Между тем, как рассказали в горсети, электронный регулировщик был отключен в связи с аварией, произошедшей на линии. Ее энергетики устраняли несколько часов. Такие отключения, надо заметить, на этом оживленном участке стали происходить в последнее время нередко. В Казахстане «Октубе» не исключение, вновь растут цены. Причем не только на продукты питания, но и на автомобили и бытовую технику. Причем продавцы в один голос уверяют, что ценники меняются вполне обоснованно. Рынок молниеносно реагирует на повышающийся курс американской валюты. Новые цены в местных магазинах и автосалонах изучали наши корреспонденты. Жители «Октубе» наверняка привыкли к частым сменам ценников. Сменили их на днях не только на самое важное – продукты. Вот, к примеру, бытовая техника – ноутбуки, телефоны, телевизоры и прочее. Подорожание, особенно на холодильнике, имеется значительное. В магазинах уверяют, что они имеют прямые контракты и очень сильно зависят от условий поставщиков. Взаиморасчеты с поставщиками не только в национальной валюте, но и в американской. Если доллар поднимется, естественно, мы будем вынуждены поднимать цены, потому что мы полностью зависим от курса доллара. При покупке все основывается на курсе доллара. Но есть у нас товары, закупленные по более дешевой цене. На них мы стоимость не повышали. А вот на новый завезенный товар цена уже другая. Повышение имеется от 5 до 10%. Некоторый спад в продажах сейчас наблюдается и в местных автосалонах. Переписывают цены чуть ли не каждую неделю, в том числе и на модели отечественной сборки. С сегодняшнего дня изменились цены на такие марки, как Kia, Škoda, Chevrolet и Hyundai. Не обошло стороной подорожание автомобилей российских марок. Повышение цен у нас маленько есть и будут, да, потому что мы привязаны к российской рубле по конвертации. На сколько процентов? Ну, в среднем где-то с 20 октября на сегодняшний день цены мы повысили процентов на 10-12. Относительно того времени, до 20 октября. Цены на автомобили по прогнозам будут только расти. Хотя нынешние курсы, тенге и доллара настолько нестабильны, что прогнозировать что-либо вообще очень сложно. Резал Сакива, Алексей Уразов, программа «Факт». Чиновники не торопятся выполнять новую статью земельного кодекса. В результате предприниматели не могут получить земельные участки под бизнес. Об этом сегодня говорили в октябренском филиале Республиканской палаты предпринимателей на рабочем совещании с участием представителей различных госорганов. Новую статью 44.1 в земельный кодекс ввели в январе этого года. В ней говорится о том, что отныне объект бизнеса на выделенном участке может построить любой желающий. Однако статья сразу оказалась в числе неработающих. Обращение предпринимателей в местные исполнительные органы ни к чему не приводит. Чиновники отказывают просителям, ссылаясь на другую статью земельного кодекса, по которой земельные участки выдаются только через аукцион. В результате предприниматели остаются не у дел. Данный пункт на сегодняшний день не работает в связи с тем, что местные исполнительные органы ссылаются на статью 48 земельного кодекса, согласно которой все земельные участки предоставляются только через аукцион или конкурс. Но так как действие этой статьи не работает, хотя мы считаем, и многие к нам тоже обращаются, почему не могут получить, потому что если есть генеральный план, разработан ПДП, предприниматель, который хочет получить земельный участок для строительства, нашел этот земельный участок свободный, обращается в Акимат, но, к сожалению, не может получить под действием данной статьи. С этим вопросом бизнесмены идут в палату предпринимателей. Получается парадокс. Две статьи, противоречащие друг другу. Но в палате предпринимателей считают, что в данном случае чиновники могли бы не проявлять такой принципиальности. Мы видим решение в том, что любой, который обращается по заявлению отдела архитектуры, как уполномоченный орган, должен предоставлять земельные участки, там как раз по данной статье, это отдел архитектуры, градостроительства, должен предоставлять участки земельные тем, кто обратился в первую очередь. Если, по нашему мнению, если это будет несколько обращений, тогда можно через конкурс и аукцион провести, но если это только одно обращение, почему бы ему не предоставить этот земельный участок по данной статье. Сегодня эту тему обсуждали на специальном рабочем совещании. В числе проблем называлось также то, что в регионе выделяется недостаточно средств на разработку проектно-сметной документации, что тоже тормозит выдачу земельных участков. Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт». В Центре адаптации несовершеннолетних состоялся областной семинар. Главной обсуждаемой темой встречи педагогов и психологов стали проблемы социальной адаптации детей из неблагополучных семей. Как рассказали сами психологи и педагоги, пока что замены семье государство предложить не может. Несмотря на улучшающиеся условия проживания в социальных учреждениях, дети тянутся к семьям. Таков главный мотив прошедшей встречи социальных педагогов области. И лучшей альтернативой в этой ситуации может стать приемная семья. Конечно, ребенку не очень просто бывает вот так вот в тот момент, когда его забирают даже из того семейного неблагополучия, которым он находится. Но проходит несколько дней, и адаптация детей проходит успешно. Как правило, они с радостью воспринимают условия, в которых они оказываются. Ну, здесь все-таки, знаете, пятиразовое кормление, чистая постель. Здесь мы, если ребенок школьного возраста, он сразу усаживается за парту. К нему приходят учителя. Как пример, организаторы пригласили на семинар женщину-опекуна, воспитавшую четырех приемных детей. Рузалия Бойко – многодетная мать, вырастившая пятерых сыновей и трех дочерей. А в 2013 году, пожалев сирот, женщина стала еще и опекуном четырех детей. Рузалия поделилась опытом, оказывается, воспитанники детских домов, не приспособлены к домашним условиям. Они привыкли, что государство за них все делает. Поэтому приходится их заново учить вести домашнее хозяйство. И они же все готовые было. А теперь уже в этом году мы сами все сажали. У нас огород все, и добывают, скот выращиваем. Они все это поняли. Сразу как-то было с ними трудно это. Ну, все-таки я их сломала. Сломала я, как говорится, характер, конечно, у них был не очень. Трудно было мне. Но все равно я не остановилась на этом. Я дальше говорю, будем. Все, семья. Вам нравится здесь? Нравится. Вот теперь будем жить в семье. Рузалия Бойко вместе с четырьмя приемными детьми, двумя мальчиками и двумя девочками, живет в поселке Жайсан Мартугского района. Владимир Игнатюк тоже из села, но уже Алгинского района. Он ушел от своих опекунов. По словам 15-летнего подростка, он покинул приемную семью, потому что ему запрещали ездить в город. Молодой человек хотел свободы, и поэтому решил, что в детском доме ее будет больше, чем в семье, хоть и суррогатной. Но больше всего молодому человеку нравится в стенах центра адаптации несовершеннолетних. Здесь неплохо. Здесь как санаторий, можно сказать. Хорошие учителя, воспитатели. Здесь отдыхаем, каждый раз ездим, всякие эти конкурсы устраиваем, праздники всякие. И вообще нормально. Ну вот если, например, в детском доме, ты бы хотел, чтобы такая же обстановка? Конечно, там, чтобы здесь намного лучше, чем там. В рамках семинара работники ЦАН вместе со своими юными воспитанниками продемонстрировали педагогам Театр Теней и Пальчиковый театр. Сегодня в центре адаптации несовершеннолетних проживают 17 детей возрастом от 3,5 до 15 лет. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Не стройте для нас без нас. Инвалид первой группы устанавливает пандусы в семи главных зданиях Ак-Тубе. В 2013 году его бизнес-проект по модернизации и постройке пандусов, соответствующих мировым стандартам, прошел конкурс. Шахан Жубаев получил грант и уже успел реализовать семь проектов. По словам инвалида-колясочника, большинство пандусов, построенных в нынешние годы в нашем городе, не соответствует даже минимальным требованиям. «Не стройте для нас без нас» – таков девиз первой в Ак-Тубе компании по установке пандусов, руководимой инвалидом-колясочником. Только люди с физически ограниченными возможностями должным образом могут понять, насколько важна свобода перемещения, так говорит директор фирмы Шахан Жубаев. Ак-Тубинец решил сам заняться исправлением строительных ошибок и установкой новых пандусов. К сегодняшнему дню Шахан Жубаев закончил постройку пандуса в здании областного Акимата. То, как проводится адаптация вот этих объектов, то, как объекты, вот эти новые объекты сдаются, они оставляют желать лучшего. Потому что мы вот уже говорим уже и не раз об этом говорили, то, что вот эти объекты не отвечают вот этим требованиям, строительным нормативам и требованиям. Однако в области проводится большая работа по адаптации вот этих объектов. И мне бы сегодня хотелось бы, если это проходит среди государственных учреждений, то мне бы хотелось бы обратиться к руководителям частных организаций, да, чтобы те, в свою очередь, не дожидались каких-либо там государственных программ, проверок там или еще чего-либо, да, чтобы те, в свою очередь, просто проявили свою гражданскую ответственность и позаботились о надлежащем доступе в свои учреждения. Получив грант на открытие бизнеса, Шахан познакомился с помощью сотрудников Палаты предпринимателей с руководителями многих организаций города. Они же, в свою очередь, были ознакомлены с проектом новых пандусов. По итогам данного конкурса, его проект получил стартовый капитал через международный фонд «Алтенхран» в размере 2 миллионов тенге. Помимо этого, Палатой предпринимателей было оказано содействие в получении лицензии на строительно-монтажные работы третьей категории. После получения лицензии также был организован круглый стол с участием руководителей госорганов крупных предприятий области, где был презентован проект Шахана, где мы призвали предпринимателей области воспользоваться услугами начинающего предпринимателя, который сам через себя все это пропустил и знает, как строить правильные пандусы. Как говорят представители Палаты предпринимателей, они продолжают поддерживать бизнесмена. А пока новая идея пандусов, по словам предпринимателя, обещает постоянные заказы, прибыль, а главное – свободу перемещения для инвалидов. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Накануне в Доме дружбы состоялась торжественная церемония и награждение бронзовых призеров Республиканской премьер-лиги ФК «Октубе», в которой принял участие вице-президент Федерации футбола Сильда Байшаков. Поздравить актюбинский клуб с окончанием сезона прибыло немало болельщиков. Продолжение темы в специальном репортаже Айшат Ибрагимовой. Накануне в здании Дома дружбы царила особая атмосфера. Армия красно-белых болельщиков с нетерпением ждала встречи с футболистами «Октубе». Перед церемонией награждения зрителям был продемонстрирован видеоролик с кадрами тренировочного процесса, а также яркие голевые моменты самих игр чемпионата. Полузащитник актюбинской команды Валерий Коробкин поделился своими мыслями о том, что помешало команде возглавить турнирную таблицу. По его мнению, одна из причин – смена тренера. Это всегда влияет, но причем, может быть, повлияло на общий настрой, на что-то. Тут никто никогда не угадает, что это будет в плюс или в минус. Просто как оно сложилось, так оно и есть. От этого никуда не деться. Еврокубки, конечно, подкосили нас. Просто даже общий настрой на сезон. Это была задача номер один. И не выполнив ее, мы немножечко испортили настроение и болельщикам, и себе. И как-то, может быть, из-за этого пошел такой сумбур. Вице-президент Федерации футбола отметил, что футбольный клуб «Октубе» должен гордиться такой многочисленной армией преданных болельщиков. Он отметил, что «Октюбинский клуб» является одним из сильнейших в стране. Команда, которой вы должны гордиться, быть 11 раз, 11 раз быть призером – это огромный труд, большие успехи. И без вашей поддержки, конечно, из этой команды этого не доделось бы. Поэтому, я думаю, в будущем году их ждать хорошие международные игры. Команда опять будет участвовать в Лиге Европы. Болельщики выразили слова благодарности футбольному клубу за приложенные усилия, за стремление к победе, а также вручили капитану команды Юрию Лагвиненко картину, на которой изображены лебеди – символ верности. В данном случае – верности своей команде. Лагвиненко играет за футбольный клуб «Октюбе» 10 лет. Фанаты футбольного клуба привыкли только к победам. Однако не всегда удачные игры в этом сезоне стали поводом для расстройства болельщиков. Несмотря на то, что «Октюбинскому футбольному клубу» уже второй год подряд не удается завоевать золото, преданные фанаты клуба уверены – самые главные победы еще впереди. Радует тот факт, что «Октюбе» 11 раз подряд занимает призовые места в первенстве республики. «Сезон сложился очень тяжело для нашей команды. Во-первых, это было связано с тем, что поле не было готово, вылет из Лиги Европы. Конечно, смена тренера также повлияла на общий результат». «Много проблем было. Мне кажется, самое главное – то, что смена тренера все-таки была. Тренерский состав менялся, вот это вот передряги. И немножечко неправильно сделали селекцию, просто все, с игроками немножко напутали». «Ну, я очень рада, что мы получили бронзовые медали. Хотя, в принципе, можно было завоевать и мыши места, но что есть, то есть. В принципе, будем стараться, будем болеть дальше». «В этом году просто Астана и Хайрат как никогда были сильны, особенно Астана. Хотел бы отметить их успех в Еврокубках. Еще ни один казахстанский клуб так не поднимался, как Астана. Ну, надеюсь, что Ак-Тюбин тоже на следующий год выйдет хотя бы в Лигу Европы, в групповый этап». Напомним, по итогам чемпионата Казахстана по футболу золото завоевал Астанинский клуб, а серебро досталось Алматинскому Хайрату. Ак-Тюбинские спортсмены завоевали путевку в Лигу Европы на следующий год. А уже сегодня стало известно о том, что румынский специалист Иоанн Антоне покинул пост главного тренера футбольного клуба Ак-Тюбе, а некоторые футболисты будут выставлены на трансфер. Айшат Ибрагимова, Аманжулайт Магомбетов, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.